Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о Великом Покаянном Каноне преподобного Андрея Критского. С вами Протерий Кирилл Иванов на канале с Попом обо всем и рубрика Великий Пост. Прежде всего, дорогие, мне бы хотелось вас поздравить с началом Великого Поста. Святая Православная Церковь называет его Весной Души. Так вот, мне хотелось бы нам всем с вами пожелать, чтобы этот пост стал для нас не только Весной, но и Осенью Души. Почему? Потому что Осенью не только цветочки расцветают как Весной, но уже приносятся и плоды. Вот дай Бог, чтобы мы с вами за этот пост принесли Богу какие-то плоды, плоды добродетелей. Итак, наступила первая седмица Великого Поста, самый строгий пост. И на этой неделе в храмах по вечерам читается канон Андрея Критского. Как вы знаете, наверное, он читается целиком на пятой седмице Великого Поста, а на первой неделе он разбивается на четыре части и читается вечером на Великом Повечере обычно, в понедельник, вторник, среду и в четверг. И вот эти четыре дня мы с вами поговорим об этом каноне. Это удивительный канон, который написан преподобным Андреем, который жил в VII веке. И канон этот настолько удивителен, настолько глубок, что он не может, наверное, оставить равнодушным никого. Однако, чтобы понять глубину, силу и красоту этого канона, нужно не только понимать церковнославянский язык, но и знать Священное Писание. Потому что в этом каноне преподобный Андрей обнимает всю ветхозаветную историю и всю новозаветную историю. Он переводит множество примеров, как неправедной жизни, которую мы должны избегать, так и жизни праведников, которым мы с вами должны подражать. Кроме того, он переводит пример как самого глубокого падения, так и восстания в лице преподобной Марии Египетской. В каноне многие и глубокие мысли выражаются немногими словами. От этого душа кающегося человека приходит к глубокому покаянию, осознанию своих грехов и в то же время к надежде на милость Божию. Чтобы облегчить понимание канона, существуют издания. Его издания на двух языках – на церковнославянском и на русском языке. При этом даются и ссылки на те места из Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, которые затрагиваются в этом каноне. И надо сказать, что преподобный Андрей, писатель этого канона, выступает здесь еще и толковником, экзегетом Священного Писания. Рассмотрим один маленький отрывочек из Великого канона, отрывочек, который поется, читается именно в понедельник, первой седмицы Великого Поста. Вот как он звучит на церковнославянском языке. Теперь прочитаем его по-русски. Саул был избран царем над Израилем тогда, когда он искал потерявшихся овец отца своего. В это время он встретился с пророком Самуилом, и тот, по откровению Божию, помазал его на царство. Толкуя этот эпизод, в этом каноне преподобный Андрей вводит и насказание. Он сравнивает овец, скот Саула, скот его отца, с душевными страстями. То есть наши страсти, по мысли преподобного Андрея, это как скот, который есть у нас. И вот как Саул, когда потерял овец отца своего, нашел царство, так и мы, по мысли преподобного Андрея, чтобы обрести царство, чтобы стать царями, а нас священное писание называет царями и священниками, царственным священством, так вот, чтобы стать царственным священством Бога Ржавага, мы должны тоже потерять свой скот. То есть мы должны избавиться от нечистых скотских страстей, воюющих на нашу душу. Вот такой вот маленький, но очень глубокий отрывочек дает нам, приводит нам сегодня преподобный Андрей для нашего назидания, для нашего научения, для нашего спасения. Вот, дорогие, хочется всем нам с вами сегодня пожелать, чтобы за этот пост мы с вами очистились от скотских страстей и обрели царствие, которое Господь нам всем приготовил. Хранил себя Господь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok